всем привет друзья чтобы видео которое вы сейчас сможете посмотреть не казалось вам вырванным из контекста давайте я вас в этот контекст немножечко в виду остановили нас полицейские водителя ну как обычно просто так потому что заявляли что остановили его за ремень мы знаем за ремень это значит просто так и человек начал требовать от них соблюдать закон начал требовать рассмотрение дела в установленном законном порядке ну и конечно же сразу же был заподозрен в том что управляет транспортным средством в наркотическом опьянении просто классика где бы мы были если бы не эти наркоманы все за рулем понимаете вот они только требуют соблюдать их права соблюдать закон только лишь наркоманы где бы мы были без наркоманов сложно себе представить вот реально что в голове у этих всех полицейских ну знаем что они в голове дальше дальше они его привезли в социотерапию до в медицинское учреждение тут в киеве для прохождения осмотра и пока они ждали врача-нарколога полицейский вдруг внезапно начал рассказать а сейчас я буду рассматривать дела и водитель включил видеозапись дальше собственно говоря само видео то есть и также будем а ими как раз захотите Это ваш обувь. В разе відмовлено, на вас бесподавство не протокол. 2,5. Я все знаю. Все знаю, я уже в апелляции выигрывал. Так что, это такое дело. Мне сейчас интересно, с точки зрения дела, что вы сейчас начали мне рассказывать про Пасок Безпеки, да? Ну, якобы, я был бы не рассказывать. Чи что? Вы чуточнили. В этом кабинете будем проходить огляд и вам все разъясним. Мы сюда подошли, вы мне что-то начали рассказывать. Это что было? Где вас? Вы спросили? Я мовчал. Мы стали, вы начали доставать эти планшеты и сказать так, стосовно вашего правопорушения и я начал вас снимать, вы сразу стали на мороз падать? Абсолютно. Просто, если вы сейчас хотите сделать разряд справ стосовно правопорушения, то я хочу, как минимум, заявить клопотание. Заявите? Будем проводить разряд справ, а потом все заявить. Добре, добре. Мы же не будем тут стоять, да? А вы тут же это хотели сделать? А вы хотели это же тут сделать? Сколько кабинет? Причем тут? Я вам сейчас скажу про правопорушения. Мы вам все разъяснили. Мы на месте все разъяснили про ваше правопорушение? Ви мне не разъяснили. Нет. Ви взагалі ничем не разъяснили. Ну покажите мне доказ. Так что вы тут можете рассказывать, если вы достали телефон спустя пів години, давай начали снимать. А вы начали спустя пів години и разъяснили справу. Мы фиксуем все спочатку. Ну, добре. Да, да, да. Незаконно. Да, да, да. Незаконно. Господи. До повного ознайомления без зайвих предметов. Доставайте без зайвих предметов. Без зайвих предметов. Все достать не видно. А что вы все играете? Я не играю. Я вам достал. Будете ознайомлены? Давайте, буду. Dream Сергеев Миколаевич, капитан полиции. Номер... Это все номер жетона? Все внизу? Уже написано. Хорошо. 00405080112828. Действительно. Дальше. Так, и ваши документы. Я вам показываю. Коли вы мне показывали? Вот так вы показали, я не стыг ознайомиться. Покажите еще раз. Ви маете мне незаконную умогу? Хоть три раза будете мне показать, если я буду вас просить. Я, это нет. Вы измираетесь мне показать документы? Я не бачу ваших документов. Я реально не бачу ваших документов. Я не знаю, как вас звать. Почему вы не ознайомнились? Что, сейчас играете за мной или что? Ваши документы... Это вы играете. Покажите, пожалуйста, ваши документы. Я вам показываю, как подходят. Я не показываю. Я вам показываю. Покажите мне сейчас ваши документы. Если я, например, забыл. Как вас звать? Я не знаю. Так у меня повторная вимога, законная. Абсолютно. А вы знаете, что вы на первую вимогу можете показать документы? Я вам показывал документы. У вас все такие клоуни или нет? Это субъективная думка. Абсолютно. Это же не образно. Это же вопрос. Покажите документы. Я показывал. Это как-то человек без документов. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Наверное, полицейский хотел, как обычно, рассмотреть дело. Ну, вот как они рассматривают. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вот вам постанова. А, кстати, сейчас я вам права еще зачитаю. Ну, вот так вот, наверное. Но когда понял, что его фиксируют на видео. И что подобная история будет выглядеть глупо. Хотя, в принципе, им абсолютно по барабану, как это выглядит. Ну, в общем, не стал он рассматривать дело. Хотя, поначалу вроде как хотел. А потом уже начал съезжать. Ну, вот мы начали там. И вам все объяснили. Ну, и вот теперь. А теперь все равно давайте ждать врача-нарколога. Так зачем начал ты? Зачем? То есть, вот они сами не знают, что они делают. И зачем, и для чего. Процедура рассмотрения дела, как мы знаем, предусмотрена у нас тремя основными нормами КУПАП. 278-я, 279-я, 280-я статьи. Конечно же, ничего из этого полицейским сделано не было. Ни там на видео, ни впоследствии. Он в итоге выписал постановление просто так. И на том все и закончилось. Но вот весь этот цирк, который происходил, который вы смогли посмотреть, он просто поражает. Друзья, 9 лет. Вот в этом году будет 9 лет, как существует патрульная полиция. 9 лет. Некоторые полицейские там уже вот столько и служат. Ну, может кто-то меньше, там 5-7 лет. Вот, казалось бы, если человек занимается постоянно одним и тем же делом, он должен как-то развиваться, совершенствоваться, получать новые знания, умения, навыки и расти в профессиональном смысле. Но нет. Как мы видим, у нас полиция не то что не развивается, она с каждым годом деградирует. Вот просто тупо деградирует. У них везде наркоманы за рулем, всех они везут в социотерапию. Ну и вот, и пишут вот эти вот все необоснованные незаконные постановления и протоколы, с которыми потом приходится людям разбираться. А им плевать, им абсолютно наплевать, что это создает очень серьезные проблемы для некоторых людей. Просто им наплевать на это, что они кому-то могут просто элементарно поломать жизнь таким вот способом. Да, серьезно, уже такие случаи были. Когда человека лишали вот так вот по левой 130 право управлять транспортным средством, и потом у него жизнь шла под откос, потому что он не мог другим способом, например, зарабатывать. У него возникали конфликты с друзьями, родственниками, знакомыми и все остальное. А туда еще вот там долги, кредиты и все. А им плевать, они ездят, пишут протокольчики. Галочек наставили, замечательно. Победили, блин, наркоманов за рулем. Ну и, конечно же, цирк с документами. Честно, 9 лет прошло, так никто и не выучил, и не разобрался из них. Что документы вы не можете никак скрывать. И вот это вот рассказывать, я покажу, но не на камеру. Нет ничего такого в ваших удостоверениях, что не позволяло бы фиксировать эти самые удостоверения. Нет там ничего. Да, там есть персональные данные ваши. Но дело в том, что они не защищены законом, как у частных лиц. Они являются публичными, открытыми. Их можно фиксировать, собирать эту информацию, которая находится в удостоверениях. Хранить, распространять даже можно. Представляете, полицейские? Ваши персональные данные, пока вы на службе находитесь, не являются конфиденциальными. То есть, являются открытыми. И вы не можете их там как-то прятать, не разрешать, фиксировать. Не можете. Нет у вас таких прав. Вот если бы это в будущем было в моих силах, я бы, знаете, что сделал. Я бы прописал бы такую норму, что они должны удостоверения свои носить вот на груди. Вот им кармашек какой-то на грудь прозрачный приделать. И там удостоверение будет. И все. И все фиксируйте, пожалуйста, сколько влезет. Потому что ничего там такого нет. Или лучше вообще вот на лоб, на кокарду повесить вам удостоверение. Не будете ходить светить этим удостоверением. Если до вас реально не доходит, что нет ничего такого в этих удостоверениях. И что фиксировать его вы не имеете никакого... Ну, запрещать фиксировать его вы не имеете никакого права. Ой, ну вот с вот этими вот правоохранителями уже вот 9 лет приходится нам взаимодействовать. Кошмар. Кошмар и ужас. Ну и по традиции, конечно же, наша любимая. Я не доверяю национальной полиции и вам не советую. И, кстати, да, забыл добавить, что если кому-то интересно действительно, то водитель, конечно же, был трезвый и получил вывод врача-нарколога о том, что он трезвый. Ну, таких вот условно наркоманов за рулем у нас десятки тысяч ежегодно они возят по всем этим медучреждениям, абсолютно отчетливо зная, что они трезвые. И вот именно поэтому я и не доверяю нашей доблестной полиции и вам не советую. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok